МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Районный центр – городской поселок Октябрьский. Он образован в 1954 году в результате объединения деревень Рудобелки, Карпиловки и Рудни. Населенный пункт Рудобелки впервые упоминается в 1507 году как великокняжеское владение, которое сдавали в аренду Радзивиллам, Вишневским и другим представителям знатных династий. Именно здесь в начале 20 века была создана Рудобельская республика для защиты молодой советской власти от оккупировавших территорию Полесья немцев, поляков и белогвардейцев. Рудобельские партизаны охраняли значительные территории, в том числе волости Бобруйского, Мозорского и Реческого уездов, вели подрывную деятельность, препятствовали вывозу из деревень награбленного имущества. Из-за ненависти к рудобельцам в 20-е годы в ходе карательной операции польские легионеры сожгли деревню Рудобелка. И лишь после освобождения оккупированных земель солдатами Красной армии уничтоженный населенный пункт снова возродился, но был переименован в поселок Октябрьский. Сегодня про Рудобельскую республику написаны книги, поставлен спектакль, снят кинофильм. В 1939 году началась история целого района Октябрьский, уже в составе Гомельской области. Первый партизанский истребительный батальон создали именно на Рудобельщине уже в первый день войны. Позже он перерастет в партизанский отряд «Красный Октябрь». Его возглавил Бумажков, секретарь райкома партии Октябрьского. Ну, комиссаром был Павловский. И вот уже, так сказать, при наступлении немецких войск партизаны плюс там полк, который был, прибыл в расположение этого района, они организовали оборону на реке Птич. Осуществиться планом немецкого командования было не суждено. Партизаны не позволили вражеским войскам переправиться через реку и даже сумели организовать наступление, в результате которого был разгромлен штаб немецкой дивизии. В плену отряда оказались около 300 вражеских солдат, оружие и порядка 20 бронемашин. Самое интересное, это был сейф, на котором была обнаружена карта дислокации немецких частей на всем западном фронте. Поэтому, естественно, что сам командир с подбольного аэродрома вылетел на Москву с этой картой. То есть для немцев это, конечно, если бы даже они знали, то перегислоцировать свои войска в ближайшие две недели бы не смогли. 6 августа 1941 года за проявленное мужество и героизм на полях сражения с немецкими оккупантами организатор партизанского отряда «Красный Октябрь» Тихон Бумажков был удостоен звания Героя Советского Союза. Столь высокую награду советское руководство вручило и командиру этого же партизанского соединения Федору Павловскому. Эти люди стали первыми героями Советского Союза среди партизан. Легендарные наши земляки. Конечно, судьба Бумажкова, он уже не вернулся в партизанский отряд, был отправлен на фронт, и, к сожалению, в конце 1941 года он погиб на фронте. Ну а Павловский, Маханько, более известные, в общем-то, они продолжали тура инициаторскую работу и, собственно говоря, где-то в ноябре 1941 года поселок Октябрьский был освобожден. Там была восстановлена советская власть, работал райисполком. В общем-то, решали проблемы людей. Ну и постепенно были освобождены группа, так сказать, населенных пунктов и сформирована партизанская зона, которая занимала более 100 километров квадратных. Активное партизанское движение сохранялось на территории Октябрьского района на протяжении всего периода оккупации. Силен был дух и настроение рудовельских партизан. Гитлеровцы устраивали против подпольщиков множество карательных операций, но так и не смогли полностью подавить рьяного сопротивления. Да и вообще это особенность, наверное, вот полешуков, населения, которое, в общем-то, любило свободу и не любило незваных гостей, которые пришли на эту территорию. Вот это, наверное, накрылось. В целом, вот, то, что Беларусь считалась партизанкой, потому что, когда приходили чужики непрошенными, то есть их сопровождали вот таким способом. Память земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной, увековечена в многочисленных памятниках, мемориальных досках и названиях улиц городского поселка Октябрьский. Жива она и в музеях. О мужестве и геройстве родобельских партизан в том числе рассказывают экспозиции местного центра истории и культуры. В уникальном историческом комплексе «Остров Добрый» сегодня в войне напоминают лишь музейные экспонаты, однако вполне реальные – партизанские землянки. Зачастую во время районных фестивалей и праздников здесь разворачиваются настоящие военные действия, точнее, их реконструкция. Рудобельщина – край, который уникален героизмом людей, изгнавших врага ценой собственных жизней. Это земля, чьи истории дорожат и по праву гордятся не только жители Октябрьского района, но и всей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова